Какими бывают преступления и какие после этого следуют наказания, Дарья Иванова знает не из книг. Она работает в отделе кадров системы УФСИН и стала одним из шести победителей конкурса на лучший рассказ, который в честь 200-летия со дня рождения Фёдора Достоевского организовали в УФСИН России. На суд жюри было представлено более 40 заявок, среди которых оказалась и работа Дарьи. В лифте оборвались тросы и погибла семья, мать и ребёнок. Как бы муж переживал очень сильно этот момент и начал спиваться, уволивался с работы. Следователь выяснил, что это родная сестра подстроила, чтобы завладеть имуществом. После написания у меня было чувство, что какой-то искрытый может быть талант писать, рассказывать. Главный посыл рассказов поступиться может каждый, и каждый имеет право на второй шанс. В общественном совете при ведомстве собрали все работы победителей и издали сборник. Это написали офицеры совершенно разных подразделений и направлений деятельности. То есть это и здравоохранение, это и конвойная служба, это и люди, которые находятся на боевом посту в учреждениях исполнения самого наказания. Но в целом речь в каждом произведении идёт о том, что как через тернии человек, который, к сожалению, оступился, встаёт на путь исправления. При такой тяжёлой службе они находят время отвлечься, уделить внимание творчеству, истории. Сборник будет доступен в книжном варианте в библиотеках ведомства, а также в электронном виде. Его направят на изучение студентам юридических специальностей. Мария Левина, Николай Епифанов. События.